Как узнать волю Божью? Как человеку узнать о себе волю Божью? Как выбрать профессию, куда устроиться, на работу, жениться или не жениться? Вопрос, правда, странный. Человек вроде как и не хочет жениться на той, на ком хочет, а хочет выполнить волю Божью. Если он хочет жениться, а воли Божьей нет, то не надо и жениться. Но вообще-то неплохое ожидание человека, доверяющего воле Божьей, свою волю. Тем более так мы и просим, молитву, да будет воля Твоя, Господи, как на небе, так и на земле. Так что я свою волю подчиняю Твоей. Только как ее узнать? Конечно же, воля Божья является нам из слов Господних, из свидетельств Священного Писания. В некоторых местах даже о ней говорится впрямую. Апостол Павел, например, пишет в одном из своих посланий. «Сия есть воля Божья о вас». Пишет он своим ученикам, причем не кого-то, перечисляя отдельно, а Тимофея, Матфея, Луку. «О всех вас». Какие слова предшествуют этому указанию? «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Сия есть воля Божья о вас». Вот кажется и разгадка, но не так все просто. Ведь много профессий, есть выбор пешком пойти до храма или ждать транспорт, или вызвать такси. Есть дилемма лететь на отдых или ползти на машине по различным пунктам затруднения и движения. Как определиться, чтобы вышло хорошо? Дело в том, что поддержание нашего материального выживания, бытия, относится к области естественного промыслу Божьего. И то, что по результатам разумного взвешивания оказывается для нас разумней, полезней, практичней, совсем не грешно использовать. Для того и дана голова, для того и дар рассуждения, присущ нашей бессмертной, бесплотной душе, чтобы мы пользовались этими средствами. Бог есть Бог порядка, а не беспорядка. И порядок призванный поддерживать мы сами. Поэтому принятие каких-то бытовых решений в выборе между тем и тем, если это не носит характер греха или добродетели, а только некоторое разнообразие земной жизни, конечно, мы подчиняем вот этому закону благоразумия, пользуясь еще советом опытных. Чем прекрасна опытность? Чем характеризуется мудрость или премудрость? Умением предвидеть последствия тех обстоятельств, которые сегодня предлагаются нам. Человек еще неопытный, где салага, там несчастье, как говорили в армии, обращаясь к нам, когда мы были еще начинающими военнослужащими. Это как раз неизбежные и по жизни тоже последствия или обстоятельства еще неопытности, когда нам кажется, что вот пример Пети Гринева, тут он в бильярдом увлекся и проиграл, там еще какие-то оплошности допускают по причине еще незнакомства с жизнью. А как избежать такого? Это простое средство совета с опытными, будучи имеющими мудрость, которые из земных обстоятельств умеют предвидеть их последствия. И таким образом решение житейских вопросов будет вполне и законно, и благополучно. То, что касается выбора, принципиального выбора, своего земного призвания, это дело, которое также нужно отслеживать в связи с каким-то вниманием к своим собственным склонностям. Если мы выбираем не просто способ удобно пересидеть рабочие дни, получить побольше зарплаты, поменьше сделать, как в народе пословица бытует для человека, огорченного нечистыми руками своими после земляных работ, вот я весь в навозе, ну, говорят, что же ты хотел? Надо было тогда вам научить или учиться, чтобы уже руки были чистые. А так, если не научились, то чернорабочие профессии ждут вас. Очевидно, что надо попытаться выяснить свои склонности, к чему вам подлинно, у вас лежит сердце. Чем вы бы в качестве служения своего занимались бы достаточно самозабвенно, понимая, что не только часы, но и дни, и годы жизни вашей надлежит послеветить какому-либо полезному для народа Божьего, для людей служению. Тот, кто хочет только блага земные приобрести с минимальными затратами, тот, конечно, вляпается, потому что он будет выбирать не по призванию дело себе, а как раз исходя из этих меркантильных соображений, как сделать так, чтобы у нас все было, и нам при этом за это ничего не было. К сожалению, многие родители, думая о будущности своих чад, именно так размышляют. Надо бы ему чему-нибудь такому международному поучиться, чтобы уехать куда подальше, в теплые края и местечки, и там уже при хорошем финансировании наслаждаться жизнью. Не о служении Отечеству, пускай на дальних рубежах думается в таких домах, не о жертвенном служении народу, пускай на таких сложных поприщах дипломатических служений, а комфорт, да, минимальные проблемы. Это увлекает очень многих, например, и для того, чтобы самообразование получать, в не призвание какое-то к руководству, а вот желание облегчить свою будущую жизнь, куда больше всего у нас сейчас в госуниверситете очередь с документами на поступление онлайн или натуральными, в муниципальное управление, управление коммерческое, еще что-то такое. Забавно то, что еще не став мастером в своем деле, человек стремится управлять этим делом. А это, как известно, часто бывает причиной, что загибались целые отрасли, доверенные людям цель жизни, которых вовсе не служение и не реализация своего приобретенного прежде мастерства в том или ином служении, а вот собственное материальное благополучие, строение своего райка в собственном мерке, собственного благополучия, ограничиваемого домом, родными, близкими, своим телесным составом. Так что нужно стать христианином для того, чтобы не ошибиться в выборе своего жизненного призвания. Если вы искренне молитесь Богу, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как тебе взях душу мою, имея намерение остаток дней своих, как бы ни был он длинен, посвятить служению Богу и ближним, то вы проследите, уловите в своем сердце, каким делом вам по преимуществу по душе заниматься. То ли это врачевание людей, то ли производство для них материальных благ, которые они потом будут пользоваться доступно и надежно, то ли служение Богу для спасения ближних в качестве священнослужителя. Очевидно, вам станет это при вашей молитвенной жизни все яснее и яснее, и совсем очевидно положит Бог на сердце, к чему же приложить вам свои силы земные в служении. Ну и в отношении выбора спутницы жизни, спутника жизни, есть общий простой совет. Если ты можешь обойтись без кого-то, то не твоя эта судьбинушка. Апостол Павел как советует? Женат ли ты? Не ищи развода. Не женат, не ищи жены. Кто в чем призван, в том и оставайся. Призвание Божие к безбрачию или брачной жизни проявится в твоей невозможности обойтись без того, кто оказывается на твоем жизненном пути в качестве претендента на твою руку и сердце. Те, кто очень озадачены вопросом выскочить замуж или обзавестись помощницей по хозяйству и наложницей на супружеском ложе, те, бывают, путаются. И в результате по внешним признакам, определяя пригодность человека для достижения своих целей, глубоко ошибаются по карикатурному высказанию одного из чеховских героев снаружи и рюшечки, и завитушечки, а в душу заглянешь, обыкновенный крокодил. А это происходит не сразу, а с течением времени вдруг обнаруживается, что совсем этот не тот человек и не было никакой воли Божьей к тому, чтобы мы сошлись и что-то совместное такое строили. Значит, сам выбор должен строиться все-таки на основаниях единоверия, единомыслия, дружества, вот этой потребности видеть в друг друге опору для шествия по жизни туда, ко Господу, к Его Царствию, к рождению и воспитанию в вере деток. Так что, если оказывается на пути человек, на которого ты взглянешь вот таким взором, как на отца своих будущих детей, как на сонаследника своей вечной жизни, то тогда ты заметишь, может быть, даже не самым броском твоем бывшем однокласснике, того, кто тебе предназначен самим Господом, и вы, благословленные Церковью, будете вполне счастливы в своем союзе. И напротив, вот этот меркантильный или чувственный страстный подход этих первых порывов силен очень сильно затуманить голову и как раз пронести тебя мимо воли Божьей о твоем семейном устройстве. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok